Короче, Чикатило. Андрей Романович Чикатило родился 16 октября 1936 года в селе Яблочное, Великописаревского района Харьковской области. Уже при рождении у ребенка была обнаружена гидроцефалия, но никакого лечения он не получил, что в дальнейшем связывали с его психическими отклонениями. Когда мальчику было 4 года, началась Великая Отечественная война. Отец семьи ушел на фронт, оставив мать с ребенком управляться с хозяйством. Будучи ребенком, Андрей пережил все ужасы войны. Неоднократно село бомбили, сельчане прятались в подвалах и оврагах, а после всем селом хоронили погибших. В конце 1942 года Яблочное было занято силами вермахта, и часть жителей села была расстреляна. После казни немцы открыли огонь по собравшимся посмотреть любопытным детям, среди которых было Чикатило, но тому удалось выжить. Убегая, он упал и потерял сознание. Его приняли за мертвого, а очнулся он уже в яме с трупами, в которой пролежал до утра, боясь шевельнуться. В 1943 году в семье родилась дочь Татьяна. По одной из версий, она появилась в результате изнасилования матери Чикатило солдатами вермахта. Отец семьи на тот момент уже два года находился на фронте. Рождение еще одного ребенка поставило семью на грань голодной смерти. Находило до того, что дети ели траву и коренья. В это время у Андрея Чикатило сформировался один из главных страхов жизни – страх быть съеденным. Мать заставляла ребенка сидеть дома, пугая его тем, что в противном случае его поймают и съедят соседи, приводя в пример его старшего брата Степана, якобы съеденного. Доподлинно неизвестно, была ли эта история правдива и существовал ли Степан вообще. Исследователям биографии маньяка не удалось найти каких-либо документальных подтверждений этому. Не вспоминали Степана и старожилы села Яблочное. По самой распространенной версии, Степан был выдуман матерью в воспитательных целях. Детям рассказывали страшную историю о каннибализме, дабы удержать их от выхода из дома. Также существовала версия о том, что Степан действительно был съеден, но родственниками. В сентябре 44-го года Андрей Чикатило пошел в первый класс школы. При этом семья жила крайне бедно. Дети ходили в лохмотьях, часто прямо на уроках Андрей падал в голодные обмороки. Были и проблемы со здоровьем. По словам самого Чикатило, еще с детства у него часто болела и кружилась голова. Подводило здоровье, он страдал близорукостью. А также до 12 лет мальчик страдал инурезом. При этом ребенком он был стеснительным. И с одной стороны при зрении минус 4 стеснялся носить очки, когда те стали доступны, опасаясь прозвища Очкарик. С другой боялся озвучивать свои проблемы и, например, попросить ручку или чернила, если у него их не было. Или же переспросить учителя, если не смог прочесть написанное на доске. При этом он был достаточно рассеянным и не всегда усваивал устную информацию от учителя. Так что ему приходилось много времени проводить дома с книгами, повторяя пройденный материал. В 46-48 годах семья Чикатило пережила еще один период голода. По рассказам самого маньяка доходило до того, что они с сестрой в поле ели лебеду, дожидаясь, когда мать вернется с работы и принесет кусок хлеба. Вечерами Андрей молился на икону о возвращении отца. Роман Чикатило вернулся домой в 49-м году, пройдя войну, немецкий плен и советские лагеря. Но на тот момент он был тяжело болен туберкулезом. В учебе Андрей старался опережать одноклассников, попутно еще и участвуя в общественной жизни. Был редактором классной стен газеты, пел в ученическом хоре, ввел документацию пионерского отряда, а позднее комсомольской ячейки. В 1951 году с окончанием семилетней школы Чикатило пытался поступить в ремесленное училище, но не прошел, по его словам, по здоровью. Однако эти слова опровергались сельчане, практически в один голос рассказывавшие о том, что парнем Андрей был физически крепким. В том же году у сельской школы открыли восьмой класс, так что Чикатило поступил обратно в школу. Отношения со сверстниками у Андрея Чикатило не сложились. Голодного и плохо одетого стеснительного мальчика дразнили, неоднократно он подвергался побоям от одноклассников. По этой причине он закрывался от окружающих еще больше, погружаясь в учебу, а летние каникулы Андрей чаще всего проводил, работая в совхозе имени Крупской, где работала его мать. При этом в своих воспоминаниях Чикатило неоднократно делал упор на то, что на работе он часто получал травмы, и преимущественно это были травмы головы. Он также отмечал, что подтвердили при опросе много лет спустя его односельчане, что на своей улице он был единственным, кто учился в 10 классе и работал. Взрослые часто ставили Андрея Чикатило в пример другим подросткам, но его самого это раздражало, так как он уже ощущал проснувшийся из-за пупертата интерес к противоположному полу, но реализовать он из-за стеснительности и отношения сверстников ему не удавалось. По его собственным словам, в тот момент он решил достичь успеха в науке и труде и ждать высокой любви. Правда, уже весной 1954 года произошел, как его позднее называл Чикатило, срыв. В дом к ним взошла 13-летняя подруга сестры Андрея Татьяны, а не обнаружив последнюю, не захотела уходить. Чикатило повалил ее на пол и навалился сверху, немедленно испытав оргазм. Несмотря на то, что о случае никто не узнал, будущий маньяк устыбился этого и дал себе клятву блюсти целибат до брака. Смотри продолжение в следующем видео. Продолжение следует...